Тема, которую я предложил, это отсутствие ошибок, как ошибка. Что не так в отношении бизнеса к обучению? Ведь я не говорю образованный. Не знаю, обратили внимание или нет, но я провел довольно четкий раздел к обучению. Ну что, поехали. Ну всем известно, что людям, человеку свойственно ошибаться. Я думаю, что никто не будет с этим спорить. И было бы странно услышать что-нибудь другое, кроме дана. Вопрос, ошибались ли они, ошибались ли они. Ну конечно. Вопрос, а что такое ошибки в бизнесе? Ошибки? Это опыт? Опыт это то, что появляется после того, что с ошибкой наверху что-то произведено. Но ошибки... Я иду на помощь. Ах, иду. Ну мы его вообще не заменим. Это... Я не я. Идеологически делаю вывод, что это не здесь. Это так. Это ошибка была или нет? Вот это... Это чья-то была, наверное, ошибка. Ну вот, радует только одно, не мое. Итак, а что такое ошибки в бизнесе? Любые примеры. Потеря денег – это результат. А ошибка что такое? Неправильный расчет. Неправильная гипотеза. Что еще? Некое действие, да? То есть неправильное действие, неправильное мнение, неправильные расчеты. Дальше можно там, наверное, много чего продолжить. Хорошо. Совершает ли бизнес ошибки? Сплошь и верно. Есть ли бизнес, который не совершает ошибки? Таких нет. Вот это очень оптимистическая штука. Это значит, что на самом-то деле, вот такое явление, как ошибка, оно просто есть и есть. Такое явление природы. Избежать можно? Нет. А мы как к этому относимся? Бегание – это тоже ошибка. Что-что? Бегание – это тоже ошибка. Вот, Андрей Михайлов знает, что он говорит. Но я попробую тогда повторить его мудрую мысль. Естественно, совершаю. Но вот некая типология ошибок, которую предлагаю вам посмотреть, да? Есть же масса людей, которые, как говорится, есть два типа людей, да? Те, которые делят людей на два типа, и те, которые этого не делают. Так я вам предлагаю классификацию ошибок. Например, одна из населения – это намеренность действий, да? То есть мы что-то намеренно делаем, а что-то ненамеренно как бы случилось. Происходит, да? Вот в сфере, когда очень намеренные действия, есть два типа ошибок. Есть ошибка растяжения связок. Это так называемая ошибка стадии даун-топ. Да? Когда мы вот так высоко прицелились, так прыгнули, что растянули связку. У нас не получилось, в общем-то, но много-то ведь получилось. Правда, болит там, где растянуто, но из этого надо делать определенные выводы. Понятно, да? Есть другого типа ошибка. Ошибка высоких ставок. Но это уже топ-даун. То есть когда мы настолько высокую ставку поставили, что мы просто не в состоянии удержаться, условно говоря, на этом канате, по которому нужно пройти для того, чтобы к этой цели приблизиться. Это другая ошибка. Это все мы сейчас говорим, наверное, о ошибках цели полагания, да? И действий. Но есть еще. Давай. Увидимся уже, не понимаем. Отойдите. От колонки, чтобы она не контактировала с колонкой микрофона. И когда колонка смотрит, как микрофон говорит, короче... Все. Видите, а? Что значит? Устами ребенка и в уголе истина. Мне, честно, как технологисты, на этого не знаю. Точнее, не обратить на это внимание. Итак, третий тип ошибок. Это ошибка в момент эврика. Когда все-все-все нормально, вроде мы понимаем, а потом вдруг нас осеняет. Вот оказывается, что это на самом деле было. И мы понимаем, что до этого мы совершали ошибку. А надо было поступать на даче. Без этого момента осознание ошибки не будет. Ну и последнее, самое широко распространенное. На самом деле их много больше не стало особо над этим учиться. Это ошибки невнимательности, ратозейство, раздельяйство, чего угодно. То есть, совершенно ненамеренные. Если ошибки в момент эврики, это ошибки чаще всего контекста, мы не понимаем, просто не смогли прочитать контекст. Мы не поняли, что вокруг нас изменилось, с чем мы имеем дело. Именно поэтому мы неправильно поступили. Это сказывается для угодно. То последнее, это ошибки просто непрофессионализма. У вас ошибка в шкале ошибок? Нет. Большая, большая. Я очень доволен, что вы обратили на это внимание. Я на самом деле провоцирую. И это не ошибка. У меня была такая. И вы правы. Потому что на самом деле, вот вторая шкала, это вообще не шкала. Это просто констатация факта. Если мы говорим о том, какая из этих ошибок создает большую или меньшую возможность для обучения, то все создает замечательную возможность для обучения. Но это не автоматично. Для того, чтобы обучение имело место, нужно с этим совсем что-то сделать. Чему у нас учат бизнес-литература и бизнес-тренинг? Вот видите, я тут просто не напрягаясь, собрал из интернета. Три маркетинга, по-моему, кейзировать кожан бизнес-менеджер. Пять по-моему, маркетингов малого бизнеса и так далее. Книги внукаются. 51 фатальная бизнес-ошибка. К чему это все? Чему у нас учат? Правильно. Не совершайте ошибок. Это установка. Чему вы хотите научиться? Не совершайте ошибок. Но все ошибки, это повод для обучения. А что в конце концов, что нам нужно? Что такое обучение? Вот есть такое загадочное слово «люри», которое большим трудом, если вообще переводится, у нас просто нет адекватной замены. На ваш взгляд, когда имеет место обучение? Что такое обучение? Ну, любые. Давайте, давайте. Это же не экзамен. Новые знания. Новые знания. То есть, если я приобрел, а сейчас, сейчас, например, мне все скажут. Уже все сказали. Сказали. То есть, это знания. Ты согласна с этим? Исучение новых знаний, запоминания. То есть, я запомнил, я что-то знаю, я могу повторить. Да, это как в свое время, когда мы и девочки были маленькими. Говоришь, ну ты поняла? Поняла. Так скажи, а я знаю. Понятно, да? Родители все через это проходили. А я говорю, что нет. Ребенок, услышь меня. Потому что знания, это все лишь одна из компетенций. Кто помнит еще другие важнейшие компетенции, без которых бизнеса не сделал? И кто? Так, умения? Реализация. Нет. Умения и навык одно и то же. Реализация. Нет. Вот обратите внимание, господа, я говорю о базах того, что мы должны знать очень хорошо. Потому что это и же делать отношения. Этитет. Как говорил Джек Волныш в свое время, лучший менеджер мира. Да? Хайфу эти джеймсовские. Берем за отношения к бизнесу, а там мы утренируем вас в усмир. Из человека, который правильно относится к делу, можно сделать профи. Из профи, который неправильно относится к делу, ничего уже хорошего не будет. То есть получается, что все много сложнее. О знаниях ли то, о чем я сейчас говорю? Нет? Можно знать и не делать. Тогда это информация, а не знаниях. А мотивация? Подождите. Информация это мотивация, это ближе уже, это часть эдитюда отношений. Правильно, да? То, что нас движет. Именно поэтому это самое проклятое слово в украинском бизнесе. Не только в украинском. Мотивация все обеспокоены чрезвычайно, потому что зарплата не мотивит. А состояние? Это раздражение противоположное, понимаете? И это тоже может быть ошибочным состоянием. Я говорю о отношении. Вот то, чем я занимаюсь, как я к этому отношусь. Да, потому что если мы говорим о работе с клиентом, то клиенту вовсе не все равно, кто с ним и как работает. Потому что можно делать все операционно, блестяще по скрипту. Но если нет сочувствия, если нет человеческого языка, да, есть три инструмента ведь, три стратегии конкуренции, да? Это операционное совершенство, я делаю лучше всех. Вот это. Да? Это лучший продукт, самый инновационный. А третье это кастомер интимности. Буквально интимная близость к потребителю. Почему сервис стоит на этом? Ушел человек, который работал с клиентами, за неужний клиент. Потому что он и есть ваш бизнес, этот человек. Его отношения с клиентом. Вот поэтому леуринг это много сложнее. И крайне важно для себя докопаться и понять, чему, как вы хотите обучиться и какой смысл вы в это слово вкладываете. Именно поэтому я старательно избегаю слова образования. Потому что образование есть, чаще всего просто фиксация формальная, времени, усилий и так далее, проведенных за изучением чего-то. Нужно это было? Нет ли? Ну, есть масса баек, нет времени на это рассказывать. Может быть и позволено, да? Какое бы слово вы использовали, испытывая такое обучение? Описывать такое обучение? Знание сказали, науки сказали, этикль сказали. А теперь я скажу следующее. Пожалуйста. Мне кажется, обучение это поиск оптимального решения. Вот когда... То есть, грубо говоря, я ищу решение, и это и есть мое обучение. Когда я нахожу оптимальное решение, значит, я обучу. Я не соглашусь с вами, я умею на это маленькое персональное право, потому что я же должен во время обучиться. Я не буду долго тянуть это, да? Давайте немножко с другой стороны займем. Да, вот есть такой человек, Дэвид Кулак, который очень долго изучал и изучает нам всем на радость. Вот это загадочное слово обучение, да? Он разобрал и выявил четыре вообще инструмента, четыре подхода, при помощи которых человек единственно и учится чему-то, да? Первое – это ощущение. Ну, не скажешь это в переводе, вот sensing, feeling, да? Experiencing. То есть, когда мы в работе с контактами с другими что-то ощущаем, что-то приобретаем, некий опыт, возможно, да? Некое понимание. Второй инструмент – это рефлексивное наблюдение. Мало того, чтобы что-то произошло ошибками, либо, наоборот, даже достижениями, до тех пор, пока мы не отрефлексируем, что это было, стало ли оно причиной чего-то, в какой мере стало, мы ничего не поняли и не в состоянии воспроизвести этот результат. Это ясно, да? Третий инструмент – это абстрактная концептуализация. Это когда вот я знаниями наполняю голову, начинаю теорему Пифагора, прихожу каким-нибудь там пространством урочек. Абстрактно. Становлюсь я глубже, да? Приобретаемое какое-то знание – да. Четвертый инструмент – активное экспериментирование. А теперь о том, что требуется для того, чтобы приобрести, включить эти инструменты. Да? Для первого – только практика. Мы не можем в другом, в каком-то, в другой ситуации, кроме как практически что-то ощутить. Мы должны это делать, да? Если мы говорим о рефлексивном наблюдении, да, это опять-таки практика. Почему? В маркинге существует правило, в маркинге исследовании – не задавай прямой вопрос клиентам. Потому что не дай бог он ответит. То есть, чего ты хочешь? Он сам не знает. И современный маркинг отказался от этого, он говорит, что идея антропологическая, включённая наблюдение – это единственное, что можно вам дать инсайд. Дать подсказать, что на самом деле там происходит. Он говорит, а ты же вот что делаешь. Да? Говорит клиент. Да? А проанализируй. Да почему? Вот тогда он начнёт рефлексировать. Итак, автрахтная концептуализация. Да, аудитория. Любая, виртуальная, реальная, пространство внутреннего человека и так далее. И, наконец, активное экспериментирование. Ну, догадайтесь, пожалуйста. Естественно, практика. Только практика. Как мы привыкли? Мы привыкли традиционно понимать обучение. Ну да. Вот так. И это корень колоссального количества проблем. Потому что мы говорим, обучить человека, загнать его в аудиторию, виртуальную, физическую реальную, да? Где говорящая голова, что-то такое мудрое вам будет вещать. А дальше включается, хорошо известный психологам, изучающим работу мозга, три эффекта избирательности. И в результате, ну, в результате в лучшем случае 10% того, что вы хотели сказать, человек понял. Шансов нет. Возникает вопрос. Может, в бизнесе как-то пойдем? Может, все-таки я говорил о человеке? Упс. Еще нет. Все точно так же. Бизнес – это люди. Мы сейчас с вами не обсуждаем поведение ботов. Хотя продавать скоро уже сейчас начали. Да? Окей. О чем шли ботали раньше? Давайте посмотрим. Что менеджера нельзя обучить. Или менеджер успехов учит во всем мире. Собственно, школы бизнеса были на этом и построены. Предпринимателя нельзя обучить. Можно. Бэпсон Скул номер один в мире. С успехом это делали, да? Для академии предпринимателя в Одессе. Замечательно это делали, да? Лидера нельзя обучить. Потому что лидер – это все, каким он с ним объяснялась? От Бога, от Бога. Но приходится признавать, что Бога нет. Потому что лидера обучать с большим успехом. И вот теперь что следующее место в академии, наверняка что-нибудь опять-таки появится. Значит, тогда получается, методов обучения можно развить в человеке достаточно много. Значит, все же я противоречу сам себе, значит, нужно все-таки загнать, либо положить, как Алла нам рассказывала, на кушетку к Манфилду Кэтс-Дивли человека, и он методом клинического лидерства узнает все, что там, какие травмы психологические с вами были в детстве, отрегулирует действительно. И вы будете лучшим лидером? Да нет. Вы не в этом заинтересованы. Потому что на самом деле надо помнить о истории Бена Нельсона. Не знаю, знаете, кто-нибудь у нас это или иная фамилия, Калана Маска знает, хотя, в общем-то, это мастер иллюзий, значительность, и это поучастное мнение, да, отчет, который делает дела. Разница между Чили и Аргентией. Ну, а как, кто такой Бен Нельсона? Он был создательным президентом Snapchat, да, который и продал совершенно сумасшедшие миллиарды HP. Да? После этого он задумался, а что же ему делать? И он решил, до того, как он основал проект Минерва, запомните, пожалуйста, проект Минерва, это полнейшая инновация, тотальная инновация в образовании, это успешное построение лучшего университета в мире на условиях, которые резко отличаются от всего того, что когда-либо человечество делало высшую школу. Ну, это непредметно его выступление сейчас, просто обратите внимание. Но у него был момент, когда он задумался, чем же я хочу заняться. Он хотел стать виноделом. Подойдя к этому системно, он спланировал себе две поездки. Первая поездка в Чили, которая набирала объемы, обороты, присутствие на международном рынке. Его слова. Поездку в Чили я спланировал сам. Я проехал полторы тысячи километров за 7 дней и посетил 30 виноделей. Это была полная катастрофа. Дороги были отвратительными, я не говорил по-испански, туристической инфраструктуры практически не было. Всю поездку я собирал по кусочкам. Он выживал. Прийдя в себя за два месяца в Нью-Йорке, он теперь уже воспользовался опытом. Поездка в Аргентину. Нанял попадником профессионального сомелья. Сомелья рассказал на всему все, что тот желал знать о паргентинском вине. Сделал ему доступ в самые закрытые винокурни и винодельни. Самым лучшим профессионалом. Мы ему раскрыли все. Проездка была спланирована блестяще. И в туристическом. В логике, в каком угодно абсолютно смысле. То есть эксклюзивный доступ. Но результат его слова. Если сегодня вы спросите меня что угодно о чилийских винах, у меня будет ответ. Если вы спросите меня что-нибудь об аргентинских, я, похоже, не смогу рассказать вам ничего. Как же так? Даже несмотря на то, что у меня был куда лучше доступ. И в контекст в Аргентине все это было пассивным. Меня вкладывали информацию в уши. Мне рассказывали. В то время как в Чили я вынужден был разбираться во всем саму, пытаться не сдохнуть. Я был тотально вовлечен. И это об обучении, господа. И это самое важное. Потому что есть важная деталь. Сейчас я ее коснусь. Но кто должен учиться в бизнесе? Когда мы говорим, должна обучаться. Так, первое. Человек должен учиться в бизнесе. Хорошо? Владелец. Да. Да. Менеджер, SEO. Да. Менеджеры. Обязатель. Папирали. Да. Персонал. Маш. Организация. Это очень модная тема. Обучающаяся организация. Только, в большом сожалению, ее не наполняют очень часто в конкретном смысле. Что это такое? Совсем недавно. Совсем недавно, даже такая колоссальная тема, как knowledge management, управление знанием, пришла к удручающему выводу. Организация не в состоянии накопить и воспользоваться знаниями, ею спродуцировать. Потому что знания, это только то, что существует в голове конкретного человека. Это не база данных, это даже не база знаний. Для чего необходимо учиться вообще человеку в бизнесе? Чтобы не с вас нами все. Мир идет, а ты отстаешься. Чтобы просто понимать, что ли, да? Или что? Ultimate goal. Вот конечная цель обучения человека в бизнесе. Не говоря о философии и так далее. Что бы вы сказали? Нет, нет. Вам надо вести себя. В бизнесе. В прибыль. Человека прибыль. Он обучается для того, чтобы бизнес вы истинно больший прибыль. Не тянул карьеру. Я это изучал. Вот волнами, да, исследованием. Если мы говорим о конкретном человеке в конкретной организации, то что бы он не говорил, он может говорить вам? Я чувствую, что мне фан. Мне это... Нет, тащися. Нет, врет. Нет, врет. Потому что на самом деле карьера. Понимаем в трех вариантах. Либо это должность, либо это деньги, либо сочетание первого со вторым. Все. То есть признание. Все, что угодно. Человек потом пользуется этим, как он считает необходимо. А когда мы говорим об организации, то это только лишь эффективность. Понимаете? Эффективность бывает прошлое или нынешнее. И будущее. Когда владелец компании, борт и так далее, может сказать, что я заинтересован, я хочу, чтобы моя организация училась. Когда есть опасение, ощущение неэффективности сейчас и опасение эффективности будущего. После этого что он делает? Он делает выборку людей, посылает или у себя в аудиторию их и считает, что будет ему счастье. Не будет. Потому что я скажу странную вещь. Не надо учить людей, надо учить организацию. Не чувствуете разницы? Почему? Потому что помните о Красной Королеве, но это нет времени, к сожалению. Но выскочить по по ЧПО из круга конкуренции, если вы в него вступили, можно только в одном случае, когда она вас съедет. Понимаете? Да? То есть не участвовать у вас нет уже права никакого. Это значит, что вы должны что-то обязательно делать. Ну, хорошо. Итак, чему должны учиться люди? Потому что все-таки люди. Нельзя научить организацию в отрыве этих людей. И когда я говорю, что мне надо учить людей, я планирую свой какой-то весьма специфический сомневать. Так, по популярному мнению, чему тут надо учить людей? Как не совершать ошибок? Вот это популярное мнение. Я его уже касался. По мнению, пока еще не столь популярным. Как делать своевременные выводы из ошибок своих и чужих? Вы чувствуете разницу? Итак, какое слово самое главное в обучении? Да, в том числе. Но на самом деле вот это. Потому что единственный результат обучения, когда мы можем говорить о том, что обучение состоялось, когда человек изменил свое поведение. Когда мы говорим, когда организация обучилась, когда организация изменила свое поведение. Вы понимаете, да? Оно было неэффективным, стало эффективным. И, естественно, аудитория в этом отношении способствует чрезвычайно мало. Потому что вот по полу в комитете из четырех возможных механизмов обучения мы чаще всего избираем самый ненадежный, самый уже потерявший какую-то репутацию. Да? Скомпрометировать, наверное, просто. Почему? По одной простой вещи. Знания нельзя дать. Их можно только извлечь. И каждый этим занимается персонально. Мы их извлекаем. Пойдем дальше. Навыки нельзя сформировать. Увы, господа, да? Увы, их можно только приобрести. Отношение. Вот три важнейших компетенции. Нельзя привить. Его можно только проявить. Иначе мы можем только создать условия, в которых то или иное отношение может быть проявлено. Почувствовали, да? Окей. Так что же не так в отношении бизнеса к обучению? Ошибки — это не брак. Ошибки — это ресурс. Требовать отсутствия ошибок в стремительно усложняющемся мире это даже не ошибка. Это много хуже. Что это? Проявление. Это глупость. Это немыслие. Ошибка — это благо. И это значит, что ошибку нужно позволять планировать, допускать право на ошибку. Не в критических, конечно, масштабах. В противном случае, бизнес не будет развиваться вообще в принципе. А только лишь что-то пытаться скопировать. Удачных копий, кроме китайских, нет. И они удачные, потому что они масштабированы. Самый дикий могут. Так вот, что является основным ресурсом вашего успеха, господа? Ошибки, удачи и опыт. Критически переосмысленные, переработанные. И, соответственно, изменяйте свое отношение. Нужно учиться не безошибочным практикам. Таковых нет. Все определяется контекстом. Нужно учиться и учить взаимодействию там, где человек рефиксирует и включается наблюдение соответствующее, где он имеет возможность узнать об ошибках, об их отношении, о том, что это ошибка, о том, что это успех. Наблюдательности в одиночку разведите, конечно, что невозможно практически. И рефиксировать. Раз, два, три. Ну и самое главное для чего? Для того, чтобы начинать эксперименты. Если мы не допускаем эксперименты, мы не в состоянии выработать никакую новую стратегию. Никакую действенную стратегию. Маленькая она, средняя или большая, неважная абсолютно. Ну и, наконец, помните, что самое большое злое это тот пузырь, которым мы старательно окружаем себя. Сами, когда мы общаемся только с себе подобными, си-о-си-о, о-о-о, собствененький, собственный. Понимаете, да? Этот пузырь мешает понять и услышать неожиданную правду. И, наконец, последний. Помните о том, что если вы чему-то научили, вот вам удалось в свой коллектив, вы внедрили практику и так далее, то первый результат этого обучения, знаете, какой? Результаты становятся хуже, потому что это новая практика. Она не доведена до автоматизма. Она еще не усвоена, так как усвоены старые, вот те, которые не столь эффективны практики. И это означает, что подождите, не включайте свой акселератор так уж быстро, да? Люди должны освоиться в этой новой действительности, применить эту практику освоенно, осознанно, да? Тогда будут новые и другие результаты. Ах, не иметь, скоро только кошки родятся, господа. Вас должна волновать динамика, а не немедленный конечный результат. Итак, а учиться из чему? Учиться нужно креативности, создавать новое умение. В результате нужно учиться инновационности практиков, создавать новое в мире. А для этого нужны свойства и качества Луна, осознанность. Это все совершенно разные вещи. И поэтому желаю вам удачи и успеха на этом пути. Может, есть вопросы? Вопросы, конечно же, есть. А времени, конечно же, оно течет. Оно течет. Не уволимо. Михаил Григорьев, пожалуйста, Алексей. Спасибо. Здоровья.